В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Снежный апокалипсис. На Московскую область обрушился сильный снегопад, который побил трехлетний рекорд по количеству осадков. Сначала начали несколько человек, а соседи потом не оставили нас. Тепловые сети Видновского ПТО ГХ функционируют в штатном режиме. Проектная мощность, она предусмотрена, что в таком режиме она может функционировать достаточно длительное время. На сцене районного центра культуры «Досуга» в минувшие выходные прошел 21-й фестиваль «Песни, рожденные сердцем». Я очень рада, что я могу исполнять такие песни и жить в спокойном мире. Пожалуй, главной новостью этих выходных стал сильный снегопад, обрушившийся на московский регион еще 12 февраля в пятницу и продолжавшийся больше двух суток. За это время величина снежного покрова выросла в некоторых районах Подмосковья до 78 сантиметров. О том, как боролись со стихией в Ленинском городском округе, в нашем сюжете. Снегопад, обрушившийся на столицу и Подмосковье 12 февраля, стал одним из самых сильных за последние 50 лет. За два дня в регионе выпало 87% месячной нормы осадков. О приближении к московскому региону балканского циклона «Волькер» было известно заранее. Поэтому дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы еще в пятницу. Когда стало понятно, что коммунальщики просто не успевают ликвидировать последствия разгулы стихии, местные жители вышли им на помощь. Многие жители высказали пожелание принять участие, помочь в уборке территории. Потому что они сами ходят по данным территориям. Я вчера сам закупил порядка 70 лопат. Я благодарен управляющим компаниям, которые тоже выделили лопаты. Сначала начали несколько человек, но соседи потом не оставили нас здесь наедине по гробаме. И присоединили сейчас нас порядка 20-30 человек. А много снега расчистили? Много. Почти до асфальта, сантиметров 30, наверное, в глубину. За лопаты взялись жители практически всех микрорайонов и поселений. Расчищали тротуары, внутридворовые проезды, а также дружно толкали застрявшие в снегу машины. Вот Жуковский проезд, дом 9. Вот ребята наши из дома прочищают проход. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Андрей. Да, вот Андрей, вот его жена. Лина. Вот, они помогают прочищать проход, чтобы могли проехать машины. Вот эту дорогу в течение уже часа они тут прочищают. Сейчас на уборке снега в муниципалитете задействовано порядка 100 единиц спецтехники и более 700 рабочих. Ликвидировать последствия снегопада коммунальщики продолжат в течение недели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании в правительстве поручил особое внимание уделить уборке дворов и пешеходных татуаров. Екатерина Борисова, Ольга Садовская. Видноэтово. В продолжении темы. Последний зимний месяц отметился не только снегопадами, но и низкими температурами. Впрочем, сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства отмечают, что тепловые сети функционируют в штатном режиме. С ними пообщался наш корреспондент Максим Козлов. Районная тепловая станция отапливает более 320 жилых домов, а также детские сады, школы и другие социальные объекты. В котельной на данный момент по загрузке работает 4 котла. Это ПТВМ-80. Мощность источника суммарная 240 калорий в час. Котлы нагружены примерно процентов на 80-90. Работа котельной полностью автоматизирована. Операторы лишь следят за тем, чтобы техника работала исправно. На графике, который висит здесь же, можно посмотреть зависимость температуры в наших батареях от погоды на улице. Температура наружного воздуха минус 12 градусов. Сейчас в сети идут 115 градусов и 70. То, что мы держим. И, соответственно, в домах это будет... В домах подача в радиатор потопления в квартире на жилом входе, соответственно, будет на обратном трубопроводе будет держаться 55,3. Парк техники видновского ПТО ГХ насчитывает более 73 единиц. Это автомобили для аварийно-восстановительных работ, экскаваторы, техника для ликвидации последствий нештатных ситуаций. В период пониженных температур нагрузка на сеть возрастает, но благодаря большой предварительной подготовке количество аварийных случаев не увеличивается. Техника работает круглосуточным режимом. То есть это дежурный персонал, который находится на смене, это дежурные бригады, которые находятся в каждой из служб. Это производственная служба водоканала, производственная служба теплосеть. Ликвидируем своевременно, потому что времени у нас всегда очень мало. Современное оборудование, которым оснащены это и другие тепловые станции на территории Ленинского городского округа, позволяет работать котельным в интенсивном режиме сколь угодно долго. Но бережливым хозяевам из ПТО ГХ это не совсем по душе. Проектная мощность, она предусмотрена, что в таком режиме она может функционировать достаточно длительное время. Но, конечно, мы как эксплуатационщики не очень любим такие отрицательные температуры, потому что идет повышенный износ оборудования. Таким образом, жителям могут быть уверены, тепло в доме будет при любых холодах. А если и приключится неприятность, специалисты Видновского ПТО ГХ помогут с ней справиться. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В Видновской детской школе искусств состоялась премьера балета «Золушка» по мотивам одноименной сказки «Шарля Перо». В музыкальном спектакле приняли участие юные артисты театра-студии детского балета «Арабеск». Подробнее о постановке расскажем в нашем сюжете. Подготовка к балету «Золушка» на музыку Сергея Браковьева заняла у учащихся театра-студии «Арабеск» почти год. Всем известную историю о бедной девушке, которая превратилась в прекрасную принцессу, поставила на сцене детской школы искусств города Видное Ирина Церингер. Спектакль, как рассказала педагог-хореограф, был специально адаптирован для детской аудитории. Его продолжительность всего 35 минут вместо классических трех актов. Это очень долгожданная, я бы сказала, постановка и уже третий по счету в нашем коллективе. Первый это у нас был «Щелкунчик», поставленный в 2013 году, в 2013, «Три поросенка» в 2015, и вот сейчас третий спектакль. Отличительная особенность постановки в том, что в ней задействованы все ученики студии в возрасте от 3 до 16 лет. Для каждого юного артиста нашлась подходящая роль в спектакле. Пчелки, мышки – это самые маленькие. Они вытаскивают эту тыкву вокруг нее, им это интересно. Постарше дети уже листочки танцуют, и, ну, естественно, самые взрослые – это феи. Сюжет спектакля следует за своим литературным источником и начинается в доме мачехи. Сестры, кривляка из люка, примеряют платье и ссорятся. Золушка, как всегда, за работой. Роль главной героини исполнила выпускница студии Мария Баркова. Для Маши это не первая главная роль. Она исполняла партию «Щелкунчика» в одноименном балете. Я очень волнуюсь и очень рада, что мне досталась эта роль. Алиса Лихович играет придворную даму. Девочка занимается балетом 8 лет. В этом спектакле поделилась Алиса. Основные трудности для танца создавали объемные наряды. Повороты, потому что юбка очень медленно поворачивается. И не всегда получается это успеть сделать. Всех действующих лиц сказки играют девочки. Шестилетняя Стефания Лисовец исполнила роль пажа. Особенно тяжело, когда выносить шлейф золушки. Там нужно переходить быстро на другую сторону. Еще нужно нести как настоящий паж. Еще у меня такая главная миссия, в которой я несу туфельки и поддаю главной фее волшебную палочку. Феи времен года, добрые волшебницы, помогающие золушке собраться на бал, принцы придворные, большое количество персонажей, красочные костюмы и декорации. Юным артистам удалось с помощью танца воспроизвести на сцене удивительный мир сказки. Спектакль в связи с эпидемиологической обстановкой проходил без зрителей. Но его видеоверсию можно посмотреть на ютуб-канале Детской школы искусств. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сцене районного центра культуры «Досуга» в минувшие выходные отшумел 21-й фестиваль «Песни, рожденные сердцем». С композициями о родине выступили более 25 участников. Подробнее в сюжете Александр Столяровый. Хоть знаем мы, что впереди нас ждет, сжимая автоматы, мы с песней двинули в поход российские солдаты. Мы с песней двинули в поход российские солдаты. Финал 21-го фестиваля «Песни, рожденные сердцем» – первое за долгое время крупное событие с участием зрителей в районном центре культуры «Досуга». В этом году его посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского. Я вас всех поздравляю. Это праздник. Это, вы знаете, это очень символично. Это не только о том, как жила и живет Россия. Это в наше патриотическое и счастливое будущее. На галоконцерте выступили 25 участников – как коллективы муниципалитета, так и сольные исполнители. Каждый мог показать себя, однако это не стало главной целью артистов. Подарить людям частичку себя и, прежде всего, подарить частичку своего сердца. Это для меня самое главное. Если у меня получится достучаться до сердец людей, это для меня огромная победа. Традиционно выступающих разделили на тематические блоки – народные песни, композиции о России и о войне. Вокальный коллектив «Эврика» представил на концерте песню «Возвращайся» о девушках, которые ждали солдат с полей сражений. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. Я очень рада, что я могу исполнять такие песни и жить в спокойном мире. Немало было и выступлений с живым звуком. Елена Борискина аккомпанировала себе на синтезаторе. Песню «Афганистан» участница написала в 18 лет. Она замечает, тема ей близка, ведь сама она родом из Чечни. Кто-то взрослый играет войну, И сидеют ленцы от смертей, Вдалеке от своих матерей. Все мои эмоции, это все, когда писалось «Афганистан», я еще, конечно, не пережила этого, а позже уже. А сейчас это все через себя пропускается, и взорванные мосты в Чечне, и бомбежки. Очень тяжело было. В связи с погодными условиями и коронавирусными ограничениями, зрителей в зале было меньше обычного. Очень красивый и красочный фестиваль. Участники все с удовольствием принимают участие. Очень праздничная атмосфера. Спасибо организаторам. Фестиваль патриотической песни давно стал важной частью культурной жизни муниципалитета. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok